Всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival, продолжаем наше выживание с модификацией приметей, как помните в прошлом выпуске мы приручили себе вот этого птера, то есть очень сильно в самом начале продвинулись, и почему вчера не было выпуска, потому что я решил немножко заняться строительством, вы кстати можете обратить внимание на мой шлем на голове, это шлем из модификации, так он так и называется, Builders Helmet, и модификация называется точно так же, если мне будет не западло, если мне хватит времени, я сегодня добавлю в описании все модификации, которые используются, а также, как я упоминал раньше, секундочку, Здесь есть модификация под названием Prehistoric Structures, то есть доисторические постройки, и вот там вот домик как раз построены из них, вот именно поэтому вчера не было выпуска, потому что я начал, как бы, решил немножечко построить, потом решил построить еще немножечко, потом решил еще немножечко построить, и в итоге построил вот такой вот дом, начал экспериментировать с ним, потом я на самом деле все эти записи удалил, потому что там в принципе ничего интересного, в доме огромное количество косяков, именно из-за этого я это удалил, мне еще предстоит разбираться и разбираться, но в чем фишка? Во-первых, сами верстаки в этой модификации просто шикарнейшие, название вот этой модификации, шлем, я добавлю, конечно же, в описание, так вот, верстаки просто шикарнейшие, сразу все понятно, здесь делается мебель, здесь делаются строительные элементы, то есть это у нас с вами, например, столб, сделанный из кости, будет выглядеть он так, у меня есть хитин, но я его тратить на это дело не хочу, это что такое? А, это мы с вами сейчас еще поставим, например, опять же, из кости сделаны, блин, ладно, есть у меня хитин, секундочку, он где-то у меня был, я его куда-то перекладывал, да, я, кстати, Дады Куруса себе приручил, но это так тоже за кадр ушло, так вот, бог с ним, потом сделаем, собственно говоря, не буду сейчас растягивать, здесь у нас с вами двери, дальше у нас с вами есть вот такие вот структуры из травы, и это, на самом деле, я могу показать, потому что у меня есть несколько штук, делаются они из волокна, как понимаете, то есть сначала мы с вами ставим как раз, например, стенку обычную каменную, а потом на нее ставим вот такую траву, но есть проблематика, что это не со всех сторон выглядит хорошо, но, в принципе, отсюда нормально выглядит, и вторая проблема, которая у меня здесь есть, то, что вот здесь снизу, это не стены, это фундаменты, причем треугольные фундаменты, и на них у меня никак не получается поставить вот эту вот как раз стену из травы, то есть, понимаете, из-за этого все выглядит подур shade, Нужно перестраивать, я типа не знал, что это так будет происходить То есть здесь нужно убрать фундаменты, нужно поставить стены Если я хочу, чтобы это вот так вот было поднято, то здесь должны быть потолки То есть сейчас это фундамент Ну и естественно тогда здесь все это поставится, а выглядит в итоге это вот таким образом А что делает, например, наш шлем? При помощи клавиши P мы можем с вами выделять края того строительного элемента, на который смотрим Это очень удобно А потом, если он нам с вами не нужен, нажав клавишу O мы его с вами можем подобрать То есть работает он как пистолет из S+, это очень удобно на самом деле То есть вот такой вот домик получился Здесь у меня стоят фундаменты, которые стоят как бы один фундамент, но в другом фундаменте То есть можно строить из фундаментов очень большую подложку Но нужно понимать, что потом не получится прикрепить к ним вот так вот нормальную стенку из травы Соответственно здесь, как видите, трава, она даже шуршит Лесенка, подъем Здесь овальная дверь, двери есть разные, даже вот такие круглые Внутри у нас с вами здесь тоже просто шикарнейшие как бы предметы Это холодильник, который работает, сюда можно класть вещи То есть здесь, например, у меня оно испортится через 3 дня Здесь оно испортится через 3 дня Но мне сюда, видимо, селитру нужно положить Либо подвести электричество, я сейчас говоря даже не знаю Ну-ка Да, 390 дней Все правильно, просто нужно положить селитру И здесь можно как раз коптить вещи Тем более, как видите, 200 слотов, то есть ты его фиг забьешь Это у нас с вами ванна, в которой типа можно помыться Но ведь так как в Ark Survival нормально лечь нельзя и она не наполняется То, ну как бы да, помыться в ней нельзя Зато здесь можно наполнить какие-то емкости Можно из нее попить воды То есть, как понимаете, очень удобно Огромное круглое окно панорамное Диванчик, можно сидеть смотреть вдаль Блин, прикольно Дальше у нас с вами есть постель, на которой мы встаем Это столик, в котором можно хранить предметы Есть небольшой камин, в котором можно, если не ошибаюсь, жарить мясо Работает он стандартно от древесины, от там селитры и прочего В принципе, здесь можно пожарить сырое мясо Для дня требуется топливо, например, дерево или солома То есть, в принципе, можно здесь мясо пожарить Пускай оно здесь лежит, жарится То есть, на самом деле, у дома на крыше тоже из травы можно высадить панельки И вот здесь вот на крыше оно смотрится очень хорошо Сбоку на стене, ну такое, не везде хорошо смотрится Плюс не всегда очень хорошо свет падает Из-за этого, не знаю, либо всю стену так засаживать Либо, может быть, разработчик что-то добавит И вот если мы с вами чуть-чуть подальше отлетим То как раз очень хорошо видно, что вся трава, которая находится на полу Она очень хорошо смотрится Все, что находится на стене, ну, в общем, такое Особенно, если туда падает тень, сразу становится неприглядным Так, я на самом деле много подформил хитина У меня уже прокачан немножко птеранодон И я думаю, что стоит ему подкачать в основном урон в ближнем бою Здоровье 56 тысяч Я надеюсь, что этого хватит Можно подкачать чуть-чуть Нам плохо качается, лучший урон Исключительно урон, потому что он был низкоуровневый Давайте просто пром ведем сюда Нам нужно обязательно собирать сейчас много первосортки, чтобы делать пром еду Когда пром еда будет портиться То она будет превращаться в соответствующие вот такие вот кристальчики И из этих кристаллов Я про это забыл абсолютно Я вот только сейчас, когда вот начал играть, вспомнил Так вот Эти кристаллы нужны, чтобы сделать вот такое ядро 100 штук кристаллов 300 кристаллов обычных 300 цементной пасты И если обычные кристаллы, цементная паста В принципе, это не так страшно Это мы с вами найдем Тем более, действительно, можно это сделать Давайте мы с вами просто найдем бобров на карте Вот, кастероиды до 600 уровня Ищем Находятся они, как видите, здесь Соответственно, мы сейчас с вами туда слетаем Куда мне нужно? Вот туда Сейчас мы с вами туда слетаем Немножко подворуем у них там жемчуг Редкие цветы Если будут грибы И, естественно, цементную пасту Так вот, фишка в том, что нам с вами нужно убивать Большое количество прометей и существа Я думаю, что... Я, честно говоря, не помню, кого именно Попытаемся сначала поубивать птеров Потом еще кого-нибудь Потому что из них должны выпадать соответствующие зелья Которые используются для превращения... Вот, здесь написано Potion Magic Potion То есть ядовитое магическое зелье Оно нам нужно для того, чтобы превратить этого птера в птера яда Как только мы сможем сделать из него ядовитого птера То у нас с вами сразу очень много проблем решится Секундочку Главное очень близко не подлетать Вот так вот Спокойно летим Догоняем его потихонечку и клюем Так вот, как только мы с вами получим это зелье И сделаем его ядовитым Сразу можно будет приручать всех остальных существ Прометей Вообще без проблем Потому что сейчас вот, ну, есть проблемы с тем, что усыплять сложно И, как я и сказал Нам с вами обязательно нужно в большом количестве собирать первосортку И причем это должно быть с первоочередной задачей О, привет, ребята А вот и первосортка Все отлично На самом деле они мне ничего сделать не могут Опять же, ну, оттолкнут и оттолкнут Слишком мало урона Я думаю, сейчас быстренько сгрызем Бежим Здесь этот самый гренадер Прометей гренадер где-то ходит, вон он А это довольно-таки опасная зараза Но вы сами видите, что он творит Да, кстати, спасибо за подсказку То, что вот это, это конфетки из, естественно, Хэллоуина Но я не знал Для меня это было немножечко в новинку Саркраса такая Кто там? Обычный саблицов Так вот, для меня это было в новинку Потому что почти все Хэллоуины, которые были в Арк Сурвайвл Проходили мимо меня Я особо как-то, не знаю, в этот момент Не обращал на них внимания И что у нас с вами здесь есть Это Дина Кэндикорн То есть, ну, кукурузина написана Конфета в виде кукурузы Оказывает ли попытный эффект, когда существо съест его Скорость передвижения плюс 10% Окей Ладно, предположим Хорошо, давайте подкачаем еще урон в ближнем бою То есть он сейчас должен был встать побыстрее А это много раз можно использовать? Ну ладно, бог с ним На самом деле я сюда прилетел совершенно за другим Я сюда прилетел за кастороидосами Эй, черт, это плохо Иди ко мне, пожалуйста Птерчик, давай сюда Вот там и стой Мне нужно было вот это добро Ну-ка 197 Маловато Урон, конечно, у Птерчика качается очень слабенько Я думал, что он все-таки будет посильнее Но тут, возможно, нужно его как раз провалиционировать до силового Оу В этой пещере в большом количестве пауки Видите, это на бо Огромное количество артроплевр Ты смотри, что творится Обалдеть, давай Шикарно Я, кстати, действительно могу просто прилетать мимо них И вот так вот наносить урон Но, правда, они мне тоже наносят урон Потому что артроплевр, она меня за... Ну, какой Он наносит урон в ответ Зато, по идее, должна быть первосортка, да? Все, хорошо И огромное количество еще хитина Просто замечательно Ага Ты здесь летать не можешь Теперь за мной Теперь за мной Каждый раз, когда я залетаю в пещеру Вылетаю из пещеры Все так лагает, просто ужас Но это старые проблемы таких карт Так вот Нужно сейчас запомнить, где она находится Потому что здесь огромное количество кристаллов Сюда нужно просто потом на ангелозавре приехать И их собрать Вообще, нужно будет сегодня обязательно сделать себе телепорты Тут столько Ронео и жуков здесь, господи Слушай, я могу просто вот так вот зависнуть и бить тебя? Или лучше даже, может быть, сесть и бить тебя? Виверна Я думаю, что обычная виверна Во, совсем другое дело Мне кажется, так будет сейчас гораздо проще забить Плевать А мы сейчас с вами как раз с него и получили промокристаллы тоже Просто забивай Я говорю, я уже забыл, что здесь в Прометеи происходит Потому что очень давно играл Ты обычная виверна или какая? Есть у меня такое подозрение, что зря я за ней гоняюсь Потому что это может быть какой-то необычный виверна Например, модифицированный Опять же, здесь огромное количество кристаллов Огромное количество металла Где я нахожусь? Все, я понял Чего за виверна? Эй, куда ты полетела? Промфайра виверна, понятно То есть просто так за ней лучше не гоняться Самое главное, аккуратно подлетать к чертовым кристаллам Потому что птира их просто ломает Ладно, я сейчас немножко подсоберу Хотя бы штучек, ну вот, 300, которые там нужны были на крафт А виверна сама нашла Понятно Сейчас нужно на хвост ей сесть Я пока собирал кристаллы, она меня чуть не сожгла 50% здоровья сняла На самом деле она слабенькая получается Если она меня не убила Так, коготь 195 первосортки, хорошо Вот откуда нужно собирать первосортку, чтобы делать еду Ладно, хорошо, никто не согрелся Давай, забираем отсюда все Опять же, дерево Почему бы нет? Ребята, отстаньте Оу май гад Я лоханулся Ты где, Птер? Слава богу, здесь везде есть точки респауна Нам с вами нужно добежать сейчас Куда-то вот туда И вытащить нашу оптер Так, спокуха Выносивый закончил сейчас Все отлично Живем Здесь просто текрекс Я так понимаю, что все-таки это текрекс Это не Прометей Это же тек? Да, обычный тек Все шикарно Сейчас, одну секунду 38 электроники Вообще шикарно То есть у нас с вами сейчас трупики где-то Сейчас, быренько Все забираем из трупа У нас будет перегруз Я об этом не подумал Зараза Ремонт Вот об этом-то я и не подумал Сейчас, секунду Быстро, быстро, быстро Одеваем Все, есть носимый вес Фуф Староиды, сапривет Ну я на самом деле все собрал Мне больше ничего не нужно У меня все хорошо А богомолов сюда не завезли Понятно Зато есть кайраху То есть мы можем с них пособирать полимерчик Ну с детенышей, естественно Нам там прям много не нужно В принципе Это там же, где вивернут Так что нам с вами Так или иначе Нужно лететь туда Вот миллион первосортки Уууууу Да тут я смотрю Оверспаун Да уж А че не так-то? Почему оверспаун происходит? Ладно, давайте приземлимся Если это возможно-невозможно 25 первосортки Нормально, нормально Чё-то как-то здесь прохладно у них Опа, грифон И органический полимер Какого уровня? 1200 Это, блин, чё-то очень странно на самом деле Он не должен быть настолько высокого уровня Ладно, плевать Оу, тихо Тихо Спокуха Вот это чё-то страшненькое было, да? Пром гигантозавр, 141 тысяча здоровья Да убери ты эту фигню Итак, у меня в принципе всё готово Ладно, пока что вот это сюда пошло Дальше Что у нас с вами здесь происходит? 97 слитков, всё отлично То есть мы сейчас с вами можем спокойно брать ремесло Делать телепортер Точнее, вот это вот пульт управления Это телепорт И нам с вами нужно пожарить первосорточки, точно А первосортку мы с вами будем жарить дома Просто сейчас с вами закинем сюда в камин Здесь уже всё пожарилось Так, половину закидываем в камин Половину себе оставляем У меня сейчас есть 19 дебр из кристаллов У меня есть 48 еды Там ещё немножко как раз этих кристаллов внутри Какого птера Быстренько с вами всё это добро жарим Нужно древесину принести И у меня тут возникает одна большая проблема Птерчик у меня больше нету Но фишка в том, что и запись была выключена Я полетел искать чифов Потому что с чифов как раз должны выпадать эти зелья Нашёл чифа-скорпиона, попытался с ним позаражаться Он оказался довольно-таки жёстким Ну и прям реально жёстким Пробить я его никак не могу Там 300 тысяч здоровья О, 80-я самочка ещё 36 тысяч Я сгонял, подобрал ловушку Я сейчас думаю Нужно будет, правда, ещё немножко достроить Потому что кое-что выломалось Вот, соответственно, я думаю Сейчас можно провернуть Прям ту же самую фишку дома Приручить ещё одного птера И при помощи этого птера Ну, уже под запись Погонять того же самого чифа Только гораздо более аккуратно Чтобы не умереть Но это я сам виноват Залетел под эндоминос И застрял У него он меня просто сгрыз Потому что у него И кровотечение И удар у него по 2-3 тысячи То есть с эндоминосами Если сражаться То только при помощи хилок И на ком-то более сильном Сработало, да Сработало, хорошо Тихо Всё, я её застроил Всё хорошо Так, секунду Сейчас мы с вами Вот это вот заберём Поднять Поставим сюда Вот это добро Но по идее Всё должно быть хорошо По идее Она не должна выбираться отсюда Ну-ка, ещё раз Сейчас проверим Я не знаю На самом деле Всё должно быть нормально Так, давайте посмотрим Что у него по глушению Если даже Так, господи Если даже убьёт То ничего страшного Потому что здесь Совсем рядышком У нас с вами как раз постель Всё нормально Всё хорошо И бьём крыло Фух Ладно, сейчас будет новый ПТР И попытаемся с вами всё повторить Но честно говоря Это прям Ну, как и в прошлый выпуск Это занимает огромное количество времени И не нужно, пожалуйста Писать под каждым выпуском Где арк Вот он, арк Вот он Он вот столько занимает Это времени Ну, то есть Естественно для вас Выпуск идёт 30 минут Но на прошлые 30 минут Выпуск я потратил Как минимум 4,5 часа на запись И на этот выпуск Я уже на этот дом И на прочие Я потратил в общей сложности Часов 6 А то и 7 То есть я вчера строил Сегодня вот этим всем занимаюсь Просто безумное количество времени И у нас с вами по-прежнему Только ещё Птеранадон И это на самом деле нормально Для Прометея Потому что Прометея Сложная модификация И слава богу Это ещё карта Центр Потому что если бы это была Какая-то другая карта Нам было бы ещё сложнее У этого Птера меньше здоровья И раскраска мне не нравится У того Птера Такие классные Были огненные крылья Ну ладно Хорошо Ждём пока он сейчас приручится Но я давно уже искал Модификации Которые позволят Как С плюс Как пистолет из С плюса Собирать вещи Вот так вот собирать А не выламывать их И благодаря вот этому шлему Это можно сделать Ну что Как я и говорил Буквально одного кусочка мяса хватает У нас с вами новый Птер Её нужно по новой раскачивать 1300 урона Ну в принципе нормально Примерно такой же Самое главное Это прокачать урон Ну может быть даже Скорость передвижения Потому что я на этом Птере особо сражаться Не хочу Нам по большому счёту С вами всё равно Потом предстоит Её проэволюционировать О здесь опять Альфа-Раптор Там Это нехорошо Если не ошибаюсь Это самый простой босс Да Слаутер Ютиранус Да если не ошибаюсь Это один из самых простых боссов И он заспалнился у меня На острове Ну зашибись Ладно Нам с вами знаете куда нужно Нам с вами нужно попасть Секундочку карта Нам с вами нужно попасть Вот на тот левый Огромный остров Именно там находится Всё что нам нужно Сейчас быстренько Соберём еду Вообще фишка в том Что я тоже могу его бить Мне хватает урона Чтобы его немножечко Так пробивать И держать в узде То есть видите Я могу его не подпускать К себе Но урон 233 С учётом того Что чиф Очень быстро лечится И у него Очень большое количество Здоровья Я сейчас скажу сколько Где-то 200-300 тысяч Здесь нужно таким образом Нанести Тысячу ударов Это прям очень долго И мне кажется Он гораздо быстрее Отлечивается Плюс Периодически Он перестаёт на тебя Агриться Разворачивается И убегает Я вижу там Додорекса Кстати Видите Урон сам по себе У него слабенький То есть Это не удар был Это было Отталкивание Ну и идёт Небольшое Как бы Отравление Которое прибавляет Оглушение Но тоже Ничего страшного Я именно таким образом С ним очень долго Сражался А потом он там Пошёл в разнос И начал валить Всё подряд Он видимо Как сказать Индоминуса Забил первого Вот тем Что он как раз Через меня прыгнул И цепанул его И начал с ним сражаться Здесь чего сейчас делать Я не понимаю Кстати Эквоз Придётся опять всё повторять Вот это для меня Сейчас было Неожиданно Я вроде далеко от него был Ладно Хорошо Как я и сказал Прометей Это очень Жёсткая модификация В общем Что я могу сказать Я не знаю Как это происходит Видимо Какая-то Быстрая клавиша Отключает запись Потому что Я абсолютно точно Я включал У нас с вами Появляется Эквоз Пром Эквоз На котором я Спокойно Забиваю Скорпионов То есть Видите Урон уже 19 тысяч Кстати Легендарное Ядовитое копье Интересно Насколько хорошо Будет оно оглушать Мы сейчас с вами Приручим тогда Ещё одного Эквоза У тебя хоть Один кусочек мяса есть Нет у тебя кусочков мяса Так вот На самом деле Приручается Эквоз Очень просто Зараза У меня здесь Где-то 25 минут Опять записи Просто улетает Возможно у меня На каком-то сочетании клавиш Стоит отключение записи Просто в ВБС И всё Нужно проверить Может быть я как-то Умудряюсь сам отключить Может быть она не включается Может Я вообще этого не понимаю На самом деле Приручить Эквоза Было очень просто У него кстати нет урона от падения Тут Ну давайте с вами повторим Сейчас просто соберём Немножко первосортки Забьём правда сначала Вот того ещё Скорпиона Единственное что Скорпион Со мной может сейчас сделать На Эквозе Это Повышать мне Поглушение Вот и всё У тебя первосортка есть Друг мой Видите урон стандартный 190 тысяч Обалдеть 190 тысяч Да иди ты Где ты там Вон хорошо Мне нужен ещё один кусочек Подожди Мне этого не хватает Ещё один кусочек Первосортки С тебя первосортка есть Нету Нет С тебя нету Тут на самом деле Абсолютно всё равно Какого он уровня Все Эквозы приручаются Вот этот был 540 Или 560 уровня Не помню Нет 560 убили Этот был 540 Так вот Все Эквозы приручаются Буквально с одного кусочка Кром еды Главное чтобы его в этот момент Никто не бил Главное чтобы он никого не согрелся На самом деле сейчас нужно Как можно больше первосортки Потому что Он очень хорошо Отлечивает здоровье Но только когда у него есть Первосортка Точнее не первосортка А пром еда В инвентаре То есть Он просто за счёт еды Очень быстро отличивается Но если у него не будет еды Сами понимаете Он быстро умрёт И у этого сейчас с едой Вообще видите ужас То есть я так подозреваю Что я запись выключил В тот момент Когда меня убили Да Скорее всего Потому что я отхотел От компьютера ненадолго Потом вернулся Приручил ещё одного Птерчика 220 уровня У него урон получше И потом Приручил вот этого Эквоза То есть Ну как сказать Я увидел что Эквоза забили Вспомнил что здесь есть Эквозы И вспомнил что они просто Офигенные Это не просто Прозавр Это Промстегозавр Ооо Прозавр Стегозавр Это этот самый Прометеос Я думал что это Тек А это Прометей Так вот Соответственно Приручил Птера Полетел на нём Приручил себе Вот этого Эквоза И всё это не попало в выпуск Ну а сейчас мы с вами Это дело повторим Заодно у нас с вами будет Второй запасной Эквоз 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 Надеюсь что бы всё в порядке Дружище Что там творится Там Алазавры Скорее всего Где-то этот самый Как его Альфа Не альфа А чиф Вон двухсотый Нам с вами ничего не нужно Просто подбегаем Кормим Всё Принять И я полетел сразу седлом На него нужно седло Ты улетаешь домой На всякий пожарный Будешь там Так вот Нет Ты-то куда Вернись Я домой не хочу Ну то есть Вот мой Птерчик Вот мой Эквоз Всем стоять В общем как понимаете Эквоза приручить было очень просто Ну а Птера третьего Я приручил просто Как сказать За кадром на самом деле Я даже этого не снимал И может быть После этого Я не включил запись Такое возможно Что ж Мы с вами возвращаемся Потому что я хочу Сегодня в этом выпуске Обязательно забить Ещё одного Скорпиона То есть вы на самом деле Ничего интересного Не пропустили Эквоз просто пас Так что там В принципе я просто Тихо-тихо-тихо Не даём Вот этого не даём Ему делать нужно Забираться куда-нибудь Вот эту фишку я как бы Ну как бы придумал То что нужно обязательно Куда-то забраться на скалу Чтобы он не мог тебе забраться И тебя бить А вот то что он подбегает Ударяет своей текстуркой Это не страшно Нам нужно обязательно Сейчас положить еду В нашего Эквоза Вообще собрать для него еду Потому что у него Проблема сейчас Серьёзная проблема Еды совершенно нету Ему просто нечем будет Отлечиваться Всё хорошо забиваем Как видите По-прежнему не везёт В плане как раз зелий Приходит всё не то У тебя сейчас набирается Из-за этого оглушение Что мы с тобой собрали Промф, феникс, седло Прикольно Опять же Несколько седел на мозазавра Если не ошибаюсь Их можно вроде разломать Это у нас Лайтнинг То есть смолния Альфа И маг Секунду Спокойно Я могу мага забить Я забиваю альфу Спокуха-спокуха Я не вижу ничего Нужно долететь до него Урон очень маленький Ну Ударь Удар Есть Хорошо Забиваем мага Получаем с вами Длинную винтовку И арбалет Неплохо Так Дружище Ты получил Дофига первосортки И ты сейчас этим самым Отличишься как раз Прокачиваем урон В ближнем бою Классно Мы с вами теперь И магов можем забивать Больше для нас не проблема Самая большая проблема Для нас только Гренадеры Потому что они кидают бомбы И при помощи бомб Ну очень много урона Наносят по области Соответственно сбивают седла Если не ошибаюсь Так Я вижу еще вот тут парочку Кто из вас Кто я честно говоря не знаю Ну-ка Гренадер Гренадер Тихо бей 60 тысяч Главное не шифтовать Просто подходим спокойно И ударяем Маг забит Скорпион забит Все хорошо Всех забили Просто всех размотали Класс Что там по монетам Сейчас разберемся Я с тебя все собрал Да вроде все собрал Но самое главное Сформить сейчас монетки 24-187 Ам Нагрудника нету Ну так По мелочи видите Всякую ерунду собираем Я думал что Гренадер гораздо опаснее Но как видите В принципе нет Вполне себе справляемся с ним Гарпию мы постараемся не бить Гренадер немножко Офигел честно говоря Есть хорошо Еще золотишко Так вот Нам с вами сейчас нужно Даже получается не Там не знаю Зелье получить А нам нужно просто Монетки с них собирать Вот и все И мы сможем потом За эти монетки Уже 200 монет здесь Там еще монет есть Отличная винтовка Легендарная Скины Что это такое День рождения Скин рыбашка Костюм на день рождения Ну что это такое вообще Ну-ка посмотрим А я не смогу одеть Ладно плевать Так вот Сейчас самая главная задача Нафармить эти монеты Мы с вами спокойно Купим это зелье Плюс нужно собрать Огромное количество первосортки Но предлагаю продолжать Уже в следующем выпуске В этом выпуске Мы с вами приручили Вот этого эквуса Вот это действительно Сегодня огромный прогресс И в принципе Без птера бы Я его не нашел бы Потому что он очень далеко И не приручил бы Так что птер тоже был Очень нужен На этом пока что все Если понравилось Пожалуйста поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать новые выпуски Удачи друзья Пока Увидимся в следующем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok